На пути в Сочи уже который год главным камнем преткновения становится Лао. Пробки перед поселком Высокий Сезон вырастают на несколько километров. Власти нашли оптимальное решение проблемы – регулировка пешеходных переходов казаками. Но в эти выходные прекратили выполнять обязательства. Глава города Анатолий Пахомов потребовал незамедлительно упорядочить дорожные движения на проблемном участке и в дальнейшем исключить возникновение заторов на ключевых магистралях. Много нареканий и к спецавтохозяйству. Организация либо не справляется, либо не желает качественно выполнять работу, отметил мэр Сочи. Из всех районов курорта постоянные жалобы на состояние точек вывоза мусора. Эти ребята вымогают от нас деньги. Специально не вывозят с контейнерных площадок, показывают, что вот если денег не дадите, контейнерные площадки будут в таком состоянии. Я же сказал, что мы эти деньги дадим исключительно тогда, когда на контейнерных площадках будет идеальный порядок. Комиссии Сочи-Водоканала в июне завершили проверку домовладений во всех районах курорта. Вывод – еще больше сочинцев подключают сливные трубы к центральной канализации. Это положительно сказывается на состоянии морской воды. Пробы Роспотребнадзора подтверждают, они соответствуют нормам. В лабораторные исследования все говорят о соответствии нормативам. Но опять же, я говорю, идет повышение температуры морской воды. Идет, ну какая погода, жаркая погода этому способствует. Соответственно, при поступлении стоков неочищенных может произойти ухудшение качества морской воды в зонах купания. Частные гостиницы – главный бизнес для Сочи. Но о том, что отели обязательно должны соответствовать стандартам, известно, похоже, далеко не всем местным предпринимателям. По состоянию на 4 июля в процедуру обязательной классификации прошли 1401 средства размещения. Общим номерным фондом 69 278 номеров. Из них 1227 – это частные гостиницы. Власти города рассчитывают, что все частные гостиницы курорта получат сертификацию до проведения Кубка конфигерации чемпионата мира по футболу в Сочи. Только с начала этого года сотрудниками мэрии на недобросовестных отельеров направлено 440 материалов прокуратуру и еще 432 в Роспотребнадзор.